День Святой Троицы День Святого Духа на апостолов, то есть Днем Пятидесятницы. Надо сказать, что Пятидесятница – это очень древний праздник, он имеет богатую дохристианскую историю. Первоначально, когда Моисей получил от Господа заветы для израильского народа, для того, чтобы спасти этот народ и сделать его избранным, и через него привести к познанию Бога все остальные народы, это произошло на Пятьдесятый день после исхода евреев из Египта. В этот день гора Синай тряслась, Моисей, взойдя на нее, получил обетованные заветы, и этот день из века в век праздновался в еврейском народе, а затем, к временам нашего Господа Иисуса Христа, этот праздник постепенно был преобразован в праздник урожая, то есть на Пятидесятый день после Пасхи, в прекрасное начало летних дней, собирали урожай, и этот праздник назывался Днем Седемиц, то есть Днем Семи недель после Пасхи. А поскольку этот день приходился на Пятидесятый день, 7 на 7, 49, плюс 1, получался Пятидесятый день. И вот этот Пятидесятый день во времена Спасителя праздновался в городе Иерусалиме со шествием всех людей. Этот день праздновался принесением первых плодов настоящего года, и не случайно этот день был дарован Господом и для оснований христианской церкви, потому что это время плодов. Господь пришел к людям, совершил свое деяние, совершил свою проповедь, ходил по земле, проповедовал, являл чудеса, научал людей, затем пострадал на кресте, воскрес из мертвых, затем он вознесся к Небесному Отцу в единство Святой Троицы и даровал своим ученикам, апостолам, возможность развивать свое учение, даровал возможность жить дальше и нести свет его учения остальным народам. И в этот день, в день собирания плодов и предложения этих плодов Богу, совершился и новозаветный праздник Святой Пятидесятницы. Как повествует нам деяние апостолов, в этот день апостолы, собравшись, ожидали явления Господа, нового явления, которое обещано было им еще при пребывании с ними нашего Господа Иисуса Христа, что придет новый утешитель, дух истины, который возвестит им все, который наставит их на всякую правду, который даст им возможность жить и действовать в соответствии с учением их Господа и Учителя и принести это учение по всей вселенной. И более того, зажечь в каждом из нас этот огонек Духа Святого. И вот в этот момент, в определенный момент Пятидесятницы, Пятидесятого дня, после воскресения Христова, когда апостолы собрались в горнице, вдруг услышался шум, как некоего ветра, потряслись основания здания, и на каждого из них не зашел в виде огненных языков Дух Святой. Апостолы были настолько потрясены этим событием, что выбежали из дома и стали благовествовать на разных языках. Причем каждый из находившихся в Иерусалиме в то время людей, а он собралось множество людей на праздник урожая, услышали свой язык, язык тех местностей, которые были в Римской империи. Это очень важный момент. Незнакомые языки были даны апостолам. Им были даны конкретные языки для проповеди людям, которых они будут посланы. И такое явление однократное было в истории церкви. Никогда позже такое явление не повторялось. Это было особое, экстраординарное дарование апостолам. Да, конечно, были необыкновенные чудесные явления, говорение на языках и в будущем. Например, святой Ефрем Сирин, когда должен был принять исповедь у одного из, как повествует его житие, у одного из умиравших иностранцев, не мог понять, о чем говорит этот иностранец. И предание церкви в ее житии, описанной, повествует, что Ефрем молился Богу. Открой мне, Господи, язык. И на тот момент, когда это было необходимо, он получил дар понять язык, исповедовавший человек. То есть теоретически это было и в другие времена христианского мира. Но вот само, неспосредственно, неспослание языков и говорение на этих разных языках, оно было дано непосредственно апостолам. Этот день многие богословы называют днем начала христианской церкви, днем рождения церкви. Хотя, конечно, днем рождения церкви, наверное, следовало бы назвать богоявление Христово. То есть выход Христа на проповедь. При звании им апостолов, которые следуют сразу же после богоявления, после погружения Христа в Ада и Ордана. Но, тем не менее, в этот день, в день Святой Пятидесятницы, после Его воскресения и Вознесения, Господь даровал апостолам возможность всегда чувствовать Его рядом с собой. Он говорит, уходя незадолго до того, как принял свою крестную сверсть, Господь говорит апостолам, ободряя их и наставляя, что дух истинный утешитель придет и даст вам силы и возможность мое учение нести дальше. И я буду с вами всегда, потому что без меня вы не можете делать ничего. Христос говорит апостолам, а значит нам с вами, что мы обязательно должны быть с Ним. Мы должны просить Господа о том, чтобы Он не отдалялся от нас, чтобы Его сила позволяла нам жить и действовать, изменять себя. А если изменимся мы, то изменится и окружающий нас мир. Надо сказать, что Дух Святый, который явлен был во всей полноте апостолом в день Пятидесятницы, он пребывает и в каждом из нас. Вы знаете, что каждый крещеный человек затем после таинства крещения принимает таинство миропомазания, таинство принятия Духа Святого. И это принятие Духа Святого не случайно, потому что первоначальные ученики Спасителя, они жили, действовали, вкушали пищу, общались и исполняли заводи Божией, находясь рядом со своим Господом, Учителем. А когда Он ушел, эти все дары были закреплены присутствием в них Духа Святого. Так же и мы. Мы сперва принимаем Иисуса как Сына Божия, как Спасителя. Иисуса из Назарета, как Мессию, как Царя Небесного, как Царя собственной души. И только после этого мы сподобляемся действий Святого Духа. Только после этого Дух Святой может прийти и поселиться в нас. И Он приходит, и в Таинственном Миропомазании каждый из нас обретает эту благодать. Так же, как и апостолы. А для чего Он ее обретает? Для того, чтобы мы могли жить и действовать во Христе. Потому что Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святый, в единстве Святой Троицы, позволяет человеку достичь самого себя через Иисуса Христа, через веяние Святого Духа. Как мы попадаем в единство с Богом? Мы попадаем в это единство через Богочеловека Иисуса Христа. Христос вознес человеческую природу во единстве Святой Троицы. И через Него мы непосредственно связаны с самим Господом. И через Него мы, когда в дальнейшем мы умрем, и разложимся, и придет время воскреснем, и станем новым телом, вот тогда мы обретем такое единство с Богом, которого ни одна тварь, то есть творение земное, человеческое, не может обрести иначе, кроме как с пребыванием в Боге, едином в Троице, через Его ипостась, Господа нашего Иисуса Христа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова